Курс на смену мазута и угля на экологичное топливо Республика взяла еще два года назад. На сегодняшний день в Коми на биотопливе работают уже 58 котельных. В этом году на него переведут еще 46. Совершенно правильно у нас было решено на уровне правительства Республики сначала начать с перевода на биотопливо тех объектов теплоснабжения, в которых не требуется замена котлов, потому что начинать всегда необходимо с малого. И если будет ощутим положительный результат, как в данном случае произошло, то тогда уже можно эту тему масштабировать в целом на те районы, в которых это действительно актуально. А подчеркну, что важно, разумеется, развивать эту сферу в лесных муниципалитетах, где благодаря тому, что у нас лесосека еще до конца не освоена, лесная тема и лесной бизнес у нас будут актуальны еще многие-многие десятилетия. Напомним, во время совещания с президентом России Владимир Уйба предложил субсидировать приобретение оборудования для производства биотоплива. Предприятие по производству пилет и брикетов, по словам главы, необходимо ставить в местах лесопиления, чтобы снизить цену на транспортировку. С его мнением согласны общественники. Сейчас у нас есть такая нездоровая тенденция, когда наши поставщики, производители этих брикетов, пилетов и грану, они почему-то завышают цену. Приходится покупать чуть дешевле у соседей. Но нам же нужно это доставить. И, соответственно, экономя на покупке, мы с вами приобретаем дополнительные затраты, как правильно подчеркнул глава, на транспортировке. Поэтому я думаю, что эту инициативу главы, правильную инициативу, необходимо правительству еще доработать. С местными производителями биотоплива, с тепловыми компаниями и просчитать, где это будет действительно экономически выгодно. И это привезет хотя бы не к снижению, но к остановке роста тарифа. Региону уже удалось создать внутренний спрос на биотопливом. Раньше до 90% пилет и брикетов отправляли на экспорт.